Сначала объясню, что у нас сейчас вторая встреча любителей глубокого рефакторинга. Это вот у нас такое мероприятие подпольного рода. То есть мы решили проводить встречи. Ну, я рассказываю для тех, кто не был на предыдущей встрече. Рассказывать всякие интересные вещи, желательно не привязанные к конкретным языкам программирования, чтобы было весело, интересно, чтобы никого не грузить, чтобы просто приятно проводить время. Сегодня у нас два доклада. Первый доклад мой, дальше выступит Юра. Я расскажу про собеседование. Юра нам расскажет про одну интересную технологию. И давайте начнем. Я сегодня буду рассказывать про собеседование. Почему про них? Потому что некоторое время назад я работал в крупной фирме, где постоянно шел найм. И однажды мне предложили провести собеседование. Я постеснялся отказаться. И вот с тех пор и все завертелось. Я проводил достаточно много. Сейчас не провожу, потому что сейчас работаю в маленькой фирме, где такого потока нет. И пользуясь вот этой паузой, решил зафиксировать опыт вот в такой презентажке. С собеседованием есть вот некоторая проблема. Проблема в том, что есть две стороны. Это компания и кандидат. И очень часто приходится читать, что кандидаты недовольны, как проводятся собеседования, и интервью ржаваются на кандидатов, на то, что вот они приходят, не готовы, не то отвечают. И в презентации я постарался собрать опыт, чтобы она стала полезной, чтобы вынесли какой-то опыт, дать советы обеим сторонам. То есть как проводить и как готовиться к собеседованиям. Проблемы мне видятся такие, что в интернете мало информации о том, как проводить собеседование. То есть если что-то загуглить, то в основном это будут такие очень примитивные какие-то статьи, такие с налетом какого-то маркетинга. И читать их как-то не очень приятно, потому что чувствую, что это не то. Оно в действительности с собеседованием не так происходит, как пишут в интернете. Другая проблема в том, что, как я уже говорил, чувствуется вот это неравенство. То есть если опять-таки читать статьи, то почти всегда выдвигаются требования к кандидатам. То есть кандидат должен то, сё, вот вы должны там то сказать, вы должны выглядеть так, так. И получается, что все претензии к кандидату, а вот с компанией как-то взятки-гладки, потом мы читаем вот эти вот обидные статьи, что вот сегодня собеседовался там-то и там было всё так ужасно. И в результате вот это вот недовольство, оно имеет место быть. Хорошее собеседование, мне видится таким образом, что когда мы думаем о собеседовании, то прежде всего для меня это переговоры. То есть это не то, что когда один человек другого допрашивает, это переговоры. И в переговорах, то есть переговоры считаются переговорами, если стороны равны. И их равенство зависит от того, что они имеют право сказать «нет» друг другу. То есть поэтому возникает такая цель, что обе стороны друг другу подходят. То есть кандидат должен понять, что компания ему подходит, а компания должна понять, что кандидат подходит. И вот эти вещи две одновременно. Но только не так, что подходит нам кандидат или не подходит. Что бы я мог посоветовать тому, кто проводит собеседование, если конкретно переходить к практике? Во-первых, когда мы рассматриваем кандидата, желательно потребовать от него текст о себе. То есть хороший кандидат, я считаю, всегда пришлет связанный текст о себе. Потому что когда вам на почту падает вот эта табличка, сгенерированная сайтом headhunter.ru или каким-то другим, за этой табличкой совершенно не видно, что из себя человек представляет. Вот, допустим, там написано, что с такого до по такой год я работал в такой-то фирме. Ну и там что-то программировал. Что там он программировал, что он там делал, как он уживался с коллегами, совершенно это непонятно. И очень много можно сказать по тому, как человек выражает свои мысли. То есть буквально два абзаца текста они могут сказать очень о многом. И иногда бывало так, что резюме ни о чем не говорило, я просил прислать текст, и на основании этого текста уже решал, стоит ли с человеком дальше разговаривать или нет. Потому что некоторые люди действительно не могут ничего написать о себе. Это говорит просто о незрелости не то, что как человека, как разработчика, а вообще как человека. Поэтому должен быть короткий текст. Это основные навыки, что я, последний проект, чем я занимался и чем я бы мог заниматься в вашем проекте. Ну и желательно, чтобы email был просто текст без вложений. Потому что, допустим, кандидат прислает резюме, там какая-то просто вводная часть, резюме находится в файле, а файл иногда еще заархивирован. Это просто вообще же скач. Это вот что-то из нулевых годов. И, я не знаю, вариант резюме с вложенным файлом, он очень плохо вложится на текущий процесс, когда все в письмах. На мой взгляд, когда мы проводим собеседование, нужно брать с собой меньше людей. То есть, может, это покажется странно, потому что чаще набирают, что давай, кандидат пришел, давай, и ты поговоришь, и ты поспрашиваешь, набирается толпа. И это плохо, потому что, во-первых, один кандидат, и против него сразу несколько человек. То есть, один против нескольких, это всегда психологически, это нечестно. Кроме того, я прекрасно по себе знаю, когда сидит несколько людей, все равно ты ищешь глазами главного. Потому что ты же понимаешь, что в итоге они не будут там как-то голосовать. Скорее всего, один кто-то скажет, и человек будет сказать, кто главный-то здесь. И как только он вычислит этого человека, он все равно будет корпусом к нему повернется и будет только с ним разговаривать. А с другими он просто будет голову в сторону поворачивать. Поэтому, если обязательно нужно, чтобы на собеседовании присутствовало несколько людей, то пусть они сидят в режиме Red Onley. или предупредить всех, что, скажем, собеседование буду проводить я, а, скажем, мой коллега, он что-то в конце уже спросит такое очень специфичное, чтобы кандидат не распылялся сразу на нескольких людей. Толпа – это некомпетентно, потому что один человек, который проводит интервью, он должен знать всю программу. То есть, он должен знать и целевую технологию, и протоколы, и базы данных, и управление командой, и все. Потому что, если нужно несколько людей, чтобы все просить, это просто говорит о некомпетентности. Поэтому, если вот кто-то не может без другого человека провести собеседование, то, возможно, ему не стоит пока заниматься этим, ну, потому что рано. И толпа превращается в опендреж. Потому что бывает такое, что один коллега начинает перед другим спрашивать про какие-то вот такие вещи. Так, какие-нибудь деструкторы, и это превращается в балаган. То есть, это совершенно уже выходит в другое русло. У Крылова есть такая басня, там, значит, что как вот вы не садитесь, вы все, музыканты, не годитесь. Я считаю, наоборот, когда проходит собеседование, очень важно, как сесть. Это может показаться глупостью какой-то, но тем не менее. Вот если вы загуглите картинки по слову «собеседование», всегда будет пара друг напротив друга. И вот они вот так сидят, и вот как будто у них между ними война. Нужно садиться рядом. Причин этому несколько. Во-первых, истязает психологический барьер. Одно дело, когда вот стороны напротив, по разные стороны стола сидят. Другое дело, когда вот они как коллеги сидят рядом. То есть, совершенно по-другому происходит разговор. Это по опыту точно знаю. И второе – это листочек. Это очень важно, потому что когда вы начнете проводить собеседование, вы будете задавать задание на написание кода. И вот вы, представьте, вот даете листочек, он переворачивает вверх ногами, начинает что-то писать, и вы не видите, что он пишет. И вот возникает такая пауза, когда вы молчите, а он там что-то пишет, и вдруг вот он подвис на чем-то. Вы не можете ему подсказать, потому что вы не видите, что он там, его караплили вверх ногами. Вы думаете, блин, ну что же он там тупит-то? А он думает, блин, я затупил. Время-то идет. И вот эта вот неловкость, она просто не может возникнуть, если вот вы сидите рядом, вот кандидат по правую руку, он пишет, а вы просто смотрите, вот видите, что вот он завис на чем-то простом. Вы ему подсказываете, ну вот, наверное, вот это. Он такой, да, и дальше пошел. И сразу же по ходу дела вот он пишет, вы видите, что он пишет, то есть процесс синхронизирован идет. Что спрашивать на собеседовании? Бывают там собеседования на конкретный язык, но я так понял, что к собеседованию нужно подходить вообще. То есть стараться не делять, что вот это собеседование там на ПХП, это на питон, то есть собеседование айтишника, оно должно быть вообще. И вот в этом списке целевая технология, это вот, скажем, ПХПшник нам пришел, она должна быть вот не такой приоритетной, то есть не так, что все собеседование там про ПХП, а в конце что-то там про базу данных. То есть хороший айтишник, он должен знать вот эти вещи, то есть протоколы, алгоритмы и БД. Если он хорошо знает, то он, в принципе, уже на любом другом языке все хорошо напишет. То есть там и ПХП, и питон, он со всем этим справится. Но если мы поменяем, наоборот, если мы получим какого-то там лютого ПХПшника, который знает там тонкости исполнения вот этого интерпретатора, но плавает в протоколах, алгоритмах, не знает там как две таблицы Джонни, то получим мы плохого специалиста на выходе. Поэтому я стараюсь спрашивать больше про эти три вещи и про технологии. По целевой технологии спрашивать так, в конце. Вот предпочитаю спрашивать глубокие вопросы. Что я под этим понимаю? Глубокий вопрос – это такой вопрос, когда мы постепенно спускаемся все дальше и дальше, и каждый вопрос он дает фундамент для следующего другого вопроса. Потому что это гораздо лучше, когда у нас есть куча мелких-мелких вопросиков, и это неинтересно. А когда у нас глубокий вопрос, то можно спускаться по такой технологии. Вот, например, задача на ОРМ, по-моему, ее автор Андрей, который тут с нами сидит, он предложил такую задачу, что у нас там есть две модели, нужно, в общем, сделать Джоин на уровне ОРМ. То есть, во-первых, сначала кандидат забывает, что там должен быть Джоин. Ему надо подсказать, потом он это сделает, потом спросить, как это будет выглядеть на уровне БД, то есть уже спустились ниже. Если он спросит на уровне БД, мы начинаем спрашивать там про Джоины, какие он скажет там, это Иннер Джоин, мы скажем, какие они бывают, левый, правый, чем отличаются от Юниона, как сделать какую-то агрегацию, хевинг и так далее. Потом спросим про транзакции и еще ниже-ниже. Или, например, что происходит, когда человек набирает там УР в браузере, отправляет его, что происходит. Вот, запрос пошел. Как он выглядит? То есть, человек может привести, например, сырого Http, какие там заголовки, какая программа на сервере встречает запрос, там, Engines, как работает феширование по Http протоколу и так далее. То есть, можно очень долго спускаться, и кандидаты, они довольны, ну, они рады таким вопросом, потому что получается интересная беседа. На собеседование нужно обязательно давать код. То есть, я с большим удивлением узнал, что, оказывается, некоторые не любят, когда им код дают, особенно на бумажке, я очень удивлен этому, потому что код нужно обязательно задавать, но обязательно нужно, чтобы задание было простое. Буквально это было, чтобы там 5-10 строчек, например, если мы там говорим про Python, чтобы это был декоратор. Написать простой, простейший декоратор, или там написать какой-то, не знаю, факториал, или вместе соединить два словаря. Это что-то простое и без подвоха. Потому что, видела я такое задание, когда, казалось бы, оно простое, человек сидит там 10 минут, а потом говорят, ну, вообще-то это невозможно. И, ну, представьте себе, что чувствует кандидат. Ну, и чтобы не требовалось сторонних библиотек. То есть, чтобы не было такого, что импорт какой-то там в библиотеке, и вот, пожалуйста, все это делается, чтобы был алгоритм. Есть вопросы, которые не нужно спрашивать. Например, почему круглые люки? Под люками я понимаю не вот сам этот вопрос, а вообще вот эту всю серию вопросов, знаменитую, вопросов Гугла, которые когда-то были очень популярны. И вообще до России же все с отставанием доходит. И мы сейчас вот с таким вот оффсетом живем, потому что одно время Гугл, эти задачи были очень популярны в Гугле. Есть даже целая подборка этих вопросов, и очень интересных ответов на них. Там действительно ответы такие и с остроумием, и с чувством юмора. Их приятно почитать. Но я их рассматриваю просто как коллекцию афоризмов. То есть, что-то красивое, но оно не имеет применения к реальности. И вот потом после Гугла с определенным оффсетом в России стали их использовать. Сейчас, ну, относительно недавно Гугл объявил, что отменил эти вопросы, а до нас-то еще не дошло. То есть, мы вот с этим со смещением живем. И до сих пор спрашивают, почему люки круглые, сколько шариков для гольфа влезет в автобус, я не знаю, вот эти всякие разные вещи. Что, что не расслышал? Да, да, сколько заправил в Нью-Йорке и так далее. Вот. И, то есть, короткий ответ, что спрашивать это не надо. И я провел эксперимент, я у нескольких кандидатов задавал похожий вопрос. Ну, не такой, а он более такой, математический. Вот. И задавал его и коллегам, и кандидатам. И разницы я не нашел соответствия. То есть, допустим, мой коллега, который работает в проекте, очень хорошо, успешно, он ответил неправильно. Потому что он просто не понял, что там подвох. А кандидат, допустим, другой, сразу ответил правильно. Но там по собеседованию он не прошел. Поэтому вот это спрашивать не надо. Не нужно задавать вот эти вопросы, которые человека подталкивают к лжи. То есть, вот в прошлой фирме меня тоже обучали, как надо отвечать на эти вопросы. Я не знаю, что у них. Меня учили, но я так и до сих пор, если меня спросят, я просто скажу, я не знаю. И мне это будет легче, потому что правду сказать легче. Вот эти вопросы, они всегда подталкивают к лжи. Потому что кандидат никогда не скажет правду на них. Например, почему вот устроились, хотите устроиться в нашу компанию? Он отвечает, ну, потому что хочу больше зарабатывать. Здесь больше зарплаты. И непонятно, что с этим вопросом делать. То есть, ну да, человек захотел больше зарабатывать. То есть, что теперь, не брать его за это, что ли? Или наоборот, брать его, потому что он захотел больше денег, совершенно непонятно. И, допустим, вот какие ваши слабости? То есть, раз человек ответит, там, я грызу ногти, например. Не знаю, что с этим делать. То есть, его не брать из-за этого. Или его брать и изолировать. Или что? Совершенно это непонятно. То есть, на прошлой работе мне дали коллекцию этих вот отмазок, что на это отвечать. Но я ни одной не запомнил, потому что это неправда. И я так не знаю, что на это отвечать. Поэтому это просто не надо про это спрашивать. Иван, третий вопрос. Скорее, мы пытаемся найти в тему твою увлеченность, потому что мы делаем. То есть, они, чтобы ты начинал, я нашел на ваш интернете, где так нравится, что ты делаешь, пока не так, чтобы я не участвую. И при этом тебе звонил в HR, а вы ответили на цивилизирование. Но так как людей много, то есть, у них есть возможность выбирать тех, кто влечет. Через чем-то, по-люблечет. То есть, такая идея. Ну, это зависит от контекста. Может, действительно, если это какой-то инновационный стартап или компания, которая там обещает людям вечную жизнь подарить, то может, действительно, там какой-то фанатик пришел, вот я хочу. Тем более, что я даже сам, для меня есть конторы, в которые действительно я бы хотел попасть. Причем это не крупные, а они делают, допустим, продукт, которым я пользуюсь и мне нравится. И я бы сказал, да, действительно, я ваш продукт так люблю, я хочу. Но не всегда так бывает. Потому что, когда человек устраивается там по хп-разработчикам какие-нибудь сайтики делает, ну, там не может быть речи о том, что он, я так хочу делать ваши сайты, что, ну, это просто абсурд. Еще раз, что? Ну, я не знаю. Просто это на вашем способе. Смотрите, я не знаю. Да, я вот в этой же серии есть там, в общем, стандартный пак, который обязательно для каждого человека приходит на чай, в паре, в число сайта уже. Ну, в общем, какой здесь можно такой маленький вывод сделать, что я не задающих вопросов, ну, точнее, не задавал, и, собственно, кандидаты, которые проходили, они проблем не вызывали. То есть они хорошо работали и не возникало, что по каким-то причинам что-то внезапно с ними случалось, они плохо работали и так далее. подводили. И вот независимо от того, как прошло собеседование, надо расстаться друзьями. Почему? Потому что, во-первых, мир тесен, во-вторых, расстроенный кандидат обязательно придет домой, залезет там в социальные сети и напишет жалобы. и выставит вас нехорошим человеком, все цитаты, все вот эти вещи он извратит, обернет против вас. Ну, такое редко, но иногда бывает. То есть не нужно выяснять отношения с кандидатом, ну, просто лучше написал, так написал. Что поделать? Надо разобрать ошибки. То есть все ошибки, которые кандидат допустил, нужно объяснить, разобрать, дать совет и посоветовать какую-то литературу, какие-то ресурсы, потому что человеку будет приятно не так, что там ты не знаешь, а именно натолкнуть его на дать ему какой-то курс и пожелать удачи. Это обязательно. Независимо от того, даже если он полностью зафейлся, нужно сказать ему, что я вам желаю дальше успехов в следующих стадиях интервью. Не интервью, а вообще процесса, когда HR ему скажет, что нет. Но все равно. Ну, потому что вдруг он придет через год. Такое же было. Бывало. Вот. Что нужно посоветовать кандидату? Кандидату тоже есть что посоветовать. Во-первых, нужно написать хороший текст о себе. Именно это должен быть продающий текст. То есть не длинную портянку, там, где я родился, шинился, а очень коротко, ясно, емко описать, что человек из себя представляет. Почему он, именно почему он должен быть, может быть полезен. То есть, потому что я, допустим, на предыдущем месте работы я занимался похожим, я решал такие-то задачи, я работал в команде и так далее. То есть не нужно вот этих вот табличек, где идет вот все места работы, начиная от студенчества, что там, в студенчестве я там подрабатывал в этой вип-студии, потом я где-то еще, потом я фрилансером, и вот только вот в последние годы я более-менее нормально работаю. То есть это никому не интересно, просто последний проект. И, естественно, это должен быть плоский текст без вложений. Это не должно быть там болдов, италиков, ничего этого не должно быть. То есть, я смотрю, если человек умеет обращаться с плен-текстом, то значит это, ну, специалист хороший, если там начинаются болды, италики, таблицы, то явно какой-то мусор у человека в голове. Ну, 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 как-то собрать эту информацию. Ну, допустим, смотри, если это продуктовая фирма, ты заходишь на ее сайт, ты можешь себе представить, что вот компания, допустим, у компании там, не знаю, мессенджер, допустим, ты можешь написать, что вот на прошлой работе у меня там был там R-lang, распределенные вычисления, там сети, вот это я умею, вот это я могу, это я умею. Если у них там, не знаю, какое-то десктопное приложение, то ты можешь сослаться на соответствующий опыт. естественно, да, если, надо просто собрать информацию о компании. Если это продуктовая, то там можно было легко понять из контекста, что ей нужно. Ну, примерно, здесь по-другому, то есть это, как сказать, тут видна польза. То есть, кандидат говорит, я вот это могу, поэтому я вот могу принести пользу. Потому что заказчику, в общем-то, кандидат не интересен на самом деле. Ему важно пользу получить. Вот, и поэтому вот это вот сообщение кандидата, оно как раз отвечает на этот вопрос. Не то, что кандидат хочет чего-то там работать, там пользоваться там кафетерием и так далее, а именно, что кандидат приносит пользу. То есть, это вот уже, казалось бы, одно и то же, а формулировка разная. Повторить вот эти вещи. То есть, ну, может где-то, вот, если там ПХП, то там будет сплошное ПХП, там, но, возможно, вы попадете к такому человеку, который именно будет спрашивать протоколы, алгоритмы, и вот после этого человек фейлится и говорит, вот я там супер ПХП-разработчик, а меня спросили, как, что такое заголовок локейшн, например, почему я должен это знать? Есть же там встроенная функция, я не должен это знать. Такого быть не должно, вот это нужно повторять обязательно. И, банально, но нельзя опаздывать. Потому что некоторые кандидаты опаздывают, при том, что у них телефоны со всякими месседжерами, e-mail, скайпами, и они отпаздывают там на два часа и говорят, я в пробке стоял. Ну, это вообще полная жесть. И, если из дома, то надо подготовить окружение. Почему? Потому что дома там могут быть коты, собаки и так далее. Желательно иметь запасной интернет, то есть у вас там, допустим, домашний интернет, и рядом поставить свисток там 3G какой-то. Ну, это все тоже банальности, но знали бы вы, сколько людей из-за этого страдают, там начинаем говорить, там у него раз собака начинает лаять, он говорит, сейчас я пойду собаку убирать, потом что-то еще, потом там домашнее. А вот один раз был случай, вот вы не поверите, один товарищ, он решил пройти собеседование у себя на работе, а чтобы коллеги не услышали, он вышел в коридор, а в коридоре там тоже кто-то ходит, и он начинает бегать по кабинетам. И вот я чувствую, что вот эта ерунда происходит, и я не заканчиваю собеседование, просто мне интересно, как он выдержит. Мы доходим до написания кода, я говорю, ну, скидывай ему там задание, напишите так, декоратор. Он говорит, а вы знаете, я с телефона. Я говорю, ну, что мы будем делать? Он такой, ну, сейчас я придумал. Он кладет телефон, идет в кабинет, где сидят коллеги, там у него скайп включен, он с него набирает, отправляет, потом возвращается в коридор, говорит, вот я отправил. Я говорю, ну да, есть ошибки, надо исправить. Ну, сейчас исправлю. И вот снова туда, там, исправляет. В общем, в итоге он вышел на улицу. С улицы уже продолжал, но я говорю, нет, слишком шумно, возвращайтесь. В общем, вот так полтора часа разговаривали, вот, ну, конечно, ему за усердие пять, но в итоге он не прошел. Ну, потому что это просто несерьезно. Алгоритмы, да, такое общее слово. Ну, во-первых, допустим, описать быструю сортировку. Я имею в виду, что алгоритмы и О большое. Допустим, какие, ну, да, то есть, допустим, какие виды сортировок вы знаете. То есть, достаточно просто, чтобы человек сказал пузырек и быструю. И сложность n квадрата, и сложность логарифма n. И чтобы он хотя бы мог хоть чуть-чуть на пальцах объяснить алгоритм быстрой сортировки. Там, в общем-то, ничего сложного нет. А вот, если он не был, зачем? Я вот это все вспоминаю, он перецобеседует, если он не перецобеседует, вы знаете, это не понятно? Ну, может быть, допустим, быструю сортировку не нужно знать, потому что сейчас любой метод, он работает. Но, вот, О большое нужно знать, потому что сейчас такая тенденция, что разработчики мыслят циклами. И для них зарядить цикл это просто как ничего. Сейчас вот особенно пошли такие языки, которые циклы позволяют очень быстро делать. И для них ничего не стоит, допустим, зарядить цикл там каждого по каждому и так далее. Там сложность очень быстро растет. ну, допустим, я недавно исправлял место, где человек просто сделал так каждый по каждому по каждому и там в базе у него было 10 значений, но они возвращались быстро. А как только значение стало 1000, то там такой спайк пошел. то есть это рано или поздно вылезет. Ну, когда я говорю про О, то я не требую прямо вот так вот досконально. Я требую вообще, например, вот как оценить сложность алгоритма, ну, например, вот там, чтобы человек сказал, что если это двой вложенный цикл, то это N квадратный. То есть вот это должен хотя бы понимать. И как вот это О пытаться уменьшить. Потому что вот сейчас фреймворки, они очень, очень высокоабстрактные. Там просто заряжаешь цикл, а в каждом цикле происходят какие-то еще вызовы, property, на каждый чих там запрос в базу и так далее. Не перебивать, не холиварить. Думаю, тут все понятно, потому что кандидат, который перебивает, он сильно раздражает. Особенно, когда вот ему задаешь вопрос, и ты ему задаешь, и вот там вот есть небольшой подвох, и вот он в конце. И вот ты договорил фразу до середины, он такой, а, знаю, знаю. да, да, да. А ты ему вот эту последнюю часть задвинул, а, не знаю. Поэтому перебивать не нужно. Не холиварить. Даже если там интервью, какие-то категоричные вещи высказывать, то спорить с ним не надо, потому что я видел, как люди не проходят только потому, что, например, они могут себе там как-то позволить себе пренебрежительно высказаться о какой-то технологии, а по несчастливой случайности человек, который рядом присутствует, он в ней большой специалист. И он, естественно, это задевает его, и он начинает задавать вопросы, а почему вы так решили, а почему вы так сказали. И, естественно, это личное мнение, которое ничем не может быть подкреплено. Ну, например, там питончик скажет, да, вот там на ПХП одни бутлокодеры пишут. А человек с большим ПХП опытом. И вот он спрашивает, а почему вы так решили, а почему вы так сказали, и, в общем, ничего хорошего для кандидата не будет. Наверное, это последний слайд. Я точно помню, потому что поставил его в конец. Это очень важно. Кандидат должен чувствовать себя на равных с тем, кто проводит собеседование. Равенство в чем заключается? Что если что-то ты не понял, то нужно обязательно спросить. То есть это не так, что спросил, не знаю, спросил, не знаю. Если что-то не знаешь, надо обязательно спросить, потому что часто бывает так, что просто забыл, ты переспросил и просто человек начал объяснять, тут же, а, все, знаю. Все, этот вопрос сразу уходит в зачет. То есть даже если ты сказал, не знаю, все равно это уходит в зачет, если ты вспомнил в процессе объяснения. Отвечать вопросом тоже очень полезно, потому что нужно переспрашивать, нужно пытаться понять, что имелось в виду. например, если какой-то задали сложный вопрос и вообще не знаешь, что на него ответить, можно спросить, а что вы мне посоветуете? Я вот еще не имею опыта в этом, а вы как специалист мне ответите. Это работает вообще, это 300 процентов. Особенно, когда ты говоришь человеку, вы как специалист, объясните мне, он не может тебе отказать. Он скажет, ну, конечно, я как специалист тебе объясню. И, в принципе, кандидат, который проявляет внимание, он тоже плюс у него. Ну, это и в плюс ему идет внимание. И не болтать лишнего. В том плане, что отвечать нужно быстро, четко и желательно не выдавать лишнюю информацию. Вот это как раз касается тех вопросов, которые лучше не спрашивать. Например, вот вас спрашивают, почему вы уволились с прошлой работы? Кандидат отвечает, ну, потому что у меня там с руководством был конфликт. Например. Все, он наболтал лишнего. Потому что дальше будет как минимум три вопроса на эту тему. Скажут, а какой был конфликт? Ну, там был некоторый конфликт. А почему? А как вы пытались решить этот конфликт? А кто, вы считаете, был виноват? То есть, вот, казалось бы, сказали там такую мелочь, а для HR, для кого-то еще, это сразу целый ворох вопросов. Поэтому надо думать, что отвечать, что не отвечать. Минутка рекламы. На своем сайте по такому адресу я собрал большую базу вопросов для прохождения интервью. Я ее постоянно, ну, не постоянно, планирую ее наполнять. Там есть задачи на алгоритмы. Ну, там много вопросов про Python, потому что когда-то я этот вопросник стал собирать именно для Python-программистов. Ну, там же есть и JavaScript, и базы, и алгоритмы. Где-то там стоят тудушки, чтобы их заполнять. Поэтому туда можно посмотреть и читать. Все. Почему Plain Text? Вопрос прозвучал, да. Почему Plain Text? Потому что ничего лишнего в нем нет. Ну, ссылка тоже подойдет. А если с кодировкой? Для всего лишь у тебя крокозяева. Он отправлялся с телефона. Ну, надо ему написать, что чувак, у тебя... Ну, я не знаю, проблема кодировок, мне кажется, она уже решена. То есть это в нулевых годах вот эти вот, да, и приходили, но сейчас я не знаю. Я в последний раз видел крокозябры в письме с какого-то самописного сайта на Перле. Я там имел нечастье зарегаться, и вот они теперь шлют письма. Ну, там я книжки заказываю, поэтому приходится вручную сказать человеку, что у тебя клиент. Ну, вы поймите, вот человек... Вот письмо, пришло письмо, в нем сразу текст. Ты открыл письмо и читаешь. Ты можешь это письмо переслать другому человеку. Он сразу это увидит, видит текст. А когда в письме вложенный файл, то начинается этот геморрой, что ты должен оттач скачать, его открыть. конечно, клиенты могут сразу это показать по дабл-кликумам. Я считаю так, что вот это вот сопроводительное письмо и резюме должны быть вместе. То есть, на западе, на западной модели трудоустройства есть резюме, а есть этот covering letter. И вот этот covering letter там я так хочу устроиться на вашу работу, вы такие классные. Я считаю, они должны быть совмещены. То есть, кандидат пишет, что я такой-то, я умею то-то, я хочу у вас работать. И этот текст, он должен быть составлен просто плоским текстом без всяких лишних вещей. И если что, можно приложить какие-то ссылки. Желательно, все проще текстом. Да, приходит письмо с текстом и ты сразу счастлив. Ты можешь это письмо погодить сейчас. Вот допустим, на айфоне, на телефоне, пришло письмо, ты сразу его прочитал. А если тебе пришло на телефоне это оттачить, ты должен открывать его. Там какой-нибудь акробат какой-то заводить, я не знаю. Почему? Почему? Зачем табличку? Нужна табличка? Нужна. Просто пишешь. там, сейчас, минимальные отступы. Ну, вот смотри, допустим, ладно там PDF, ну, допустим, человек заслал там Word-овский файл, да? Вот как ты с телефона посмотришь Word-овский файл? Ну, не установлена у меня программа. Вот именно. Нет, смотрите, от вложенных, постулат такой, что от вложенных файлов всегда геморрой, особенно если этот файл, это текст. То есть, конечно, там если это картинка, и понятно. Но если это текст, то текст должен быть текстом, он не должен быть в каком-то там, как смерть Кащея, там, в этом файле, файл в архиве, там, еще где-то еще. Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю. Сейчас, сейчас. Вот я эту тему, когда вот английский изучаешь, ну, там, имеется в виду английский для айтишников, то там обязательно вот этот раздел, что там, IT-интервью, вот, и там вот это вот тоже каверинг, я тоже никогда не мог понять, зачем вот два в одном, почему нельзя совместить. нет, нет, нет. Есть, что-то, есть, что-то, что-то, все мои навыки, они вот дальше были с таблицами, которые, которые, проекты, я напишу, кроме такая, вот такая, тоже все они вот, что-то, что-то, ну, я тоже не понимаю, я за то, что вот они были совмещены. Я не знаю, что в каверинг-леттер отраждают заказчик. Или в чем вопрос? Что я жду? Я, погоди, я агитирую. Приквы, это было в том, чтобы человек, ты увидел текст, который, человек как думает, так и пишет. То есть, ты видишь, там он, по большому счету, по содержанию, может быть, нулевая, но там человек излагает свою умность по структуре и теекции, причем он, наоборот, нужен там. Да, да, потому что, прочитав пару абзацев текста, можно многое сказать о человеке. Да, хотя бы, хотя бы потому, что там, соблюдает ли он пунктуацию, грамотно ли он пишет, или он просто без запятых, без, просто пошел, пошел, пошел. Это все хорошо. Вот, вот, от коврона скопировался, что я говорю, что заказчику скажет, это коврона. Да, скомпилировал. Да, да, да. Скопилировал. Там текст просто, вот, посмотришься, но вот себя хочется. Да, нет. Да, да, да. Еще раз, я за то, чтобы кандидат прислал связанный текст, где он рассказал о себе и о своих навыках, чтобы это было сразу емкий текст, чтобы не было разделения. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я не знаю, что твой заказчик хотел увидеть в том, в том CV. Вот, просто вот ты сядь, опиши, вот, представь, что ты вот этого работодателя увидел, вот что ты ему скажешь? Представь, что ты вот там в лифте едешь с ним, там, не знаю, на 20 этаж, вот у тебя есть какое-то время, и ты ему скажешь, я Антон такой-то, я умею то-то, то-то, я вот на прошлой работе сделал то-то, то-то, вот такой я хороший. Вот мой e-mail, вот мой Skype, все. То же самое, что в резюме, просто связываете? Ну, просто видишь, в резюме начинаются вот эти таблицы, никому не нужны, таблицы вот от Рождества, от рождения, что, да, от Рождества Христова, что вот я там в школе подработал там-то, в институте там-то, вот эти таблицы конские, они никому не нужны. А в чем по слову? Что человек регистрируется на этих вот рекрутинговых сайтах, hh.ru, он там все это оформляет, и когда вот, допустим, компания тыкает, типа, ну, запросить информацию об этом кандидате, то на e-mail падает именно вот эту вот громадную хрень, и она бесит, потому что из-за нее не видно человека. И хорошо, что только некоторые догадывают, сейчас, некоторые догадываются, вот там, видимо, есть поле, типа там, свободное сообщение, и вот некоторые туда вот вписывают этот текст, и вот если он есть, это хорошо, потому что нужен только вот этот текст, а вот эта у себя форма машинная, она не нужна. Это то, что называется, видимо, это уже компания, которая работает, это сам, да? Ну, может, это я не знаю. Ну, я не знал, я не знал, что это называется, это summary. Ну, вот именно, что я считаю, что важен вот этот вот outline, этот summary, а вот эти 10 страниц, дальше они не нужны, потому что, как бы, меня человек заинтересует вот по этому, по этому summary, и вообще даже решу, разговаривать с ним или не разговаривать. То есть он скажет, вот мы там, ищем там человека, который там с распределенными вычислениями, а ты у тебя говоришь, есть. Ну и все, и зачем мне смотреть эти твои таблицы, где ты там работал раньше? У тебя есть навык? Есть все, мы с тобой созваниваемся, разговариваем. Ладно, давайте. Есть вопрос, ты не работаешь в компании, которая занимает, то есть ты ушел с рынка, можно и дальше нормально написать, как раньше. Да, я не работаю в той компании, собственно, я об этом и говорил, но я их людей, которых я одобрил, то есть они работают там и работают очень хорошо. Поэтому с меня, с меня нечего взять за это. А давайте Андрея спросим. Я общался с одним хорошим человеком, потому что он должен быть в моем резюме. И он сфотографировал внимание на то, что когда он открывает документы, первое, что он должен увидеть, это нравится его, остальное его не волну. То есть только после этого он полезен смотреть, твои остальные правила. Только после этого он полезен считать, что он должен быть в моем резюме. То есть у тебя твой резюме начинается с того, что имя, фамилия, ну, не знаю, контакт, а ты в три срочные. Сразу пошло вписание твоего проекта. Первый проект и тот, который был в основании, и тот, который сам ответил в данную встречу. Кто там встречает, тогда сразу в течение 10-ти секунд просмотр твоего резюма, он за проектом может исключить слова, он больше ничего не понимает. И тогда уже пошли хорошие вещи. Тогда уже может быть реализмой технической как будто передадут. По каналу это опять же рекомендация блок 2-3 абзакса. В первом абзаксе можно написать почему ты таким хорошим написал, то есть как ты, варь, в описании проекта. Дальше можно сказать, что ты не тоже, что на какой-то бигенда без ки-ли-мор заходят, фамилик дальше. Подробности дальше они открывают ввиду, что это последний проект действительно соответствует тому, что это будет? Не успеваю. Не успеваю запоминать аргументы. Первое, не сочтите за отмазку, но под последним проектом я имею в виду именно вот этот актуальный проект. Ну, то есть, допустим, ты устраиваешься и ты рассказываешь про тот проект, который заинтересует, но он не последний. Но тут, естественно, ты не соврешь, не надо принимать это как ложь. То есть, ты говоришь, что да, вот это мой последний проект или предыдущий, это неважно, вот эта формулировка. Поэтому, конечно, когда ты пишешь текст, ты должен указать под последним проектом, я имею в виду тот самый проект. А во-вторых, это первое, а второе, то, что если резюме смотрит чисто HR и они отметаются на уровне HR, то это беда, потому что все равно на всякий случай нужно показывать техническим специалистам тоже. Допустим, в предыдущей компании такое было, что... Я знаю, но мне такие письма падали, допустим, что типа вот прислал резюме, ну, HR пишет, вот пришло резюме, я не уверена, скажите, да или нет. Я иногда отвечал, да. И человек, ну, было собеседование. То есть надо сверяться тоже с техническими специалистами, потому что иначе будет эта вот история, как вот жалуются, что встречает девочка HR, которая там, знаешь, работает как греб. То есть она гребает, там есть, PHP, джанга. Есть, берем. Если нет, не берем. Дальше. текст будет отличный. Но с точки третий чай, которые ищут, они как ищут немножко на трицю, где ключевые слова делают ой, или там ну, да. Или кто-то не заслуживает. может. А если понимать, текст там большой, ну, не знаю, обычно два плотства считать, как бы, не факт. Сейчас я говорю, обычно, два, и за сложность, кто-то закончил, там, три уже, как бы, посмотрит, что-то текст, скинчет. Вот, как бы, здесь, как бы, еще в этом вопросе, потом, как бы, ища, как правило, присылает, конечно, проблема, да, присылает специалисту, тут там лиц, который теперь ничего, как технического специалиста, тебе ничего не скажет. А ища, как бы, это делать? Я понял. Да, есть такая проблема, но я не знаю, что на это сказать. Ну, проблема имеет место быть, и действительно, иногда специалисты отлетают по причине ищаров, ну, значит, не судьба. На этой компании свет клином не сошел, освещите другую. Бывает. Денис, по-моему, ты спрашивал, давай другого гостя спросим. Вопрос про собеседовую. Приказался бы себе на отдел, которое вы знаете? Да, да. Так, очень хороший вопрос, самый лучший из тех, который прозвучал. Я даже, да, хотел слайд про него сделать и забыл, как здорово. Да, приходил человек на Ирланг, а как раз ирлангистов не было, или куда-то они делись, я не знаю, как-то вот в той компании Ирланг особо не в почете, а я вот что-то там почитывал и что-то говорил, что я его знаю, что-то изображал из себя. И вот благодаря вот этим вещам, протоколы, алгоритмы ВД, все очень быстро выяснилось. Потому что, если человек говорит, что вот я умею работать с Ирлангом, и при этом он не знает, как работает протокол ХТТП, он не может там написать какой-то там простой факториал или, не знаю, оценить сложность алгоритма, не знает, как работать с ВД, то зачем нам такой Ирлангист? Нет, нет, нет. То есть, вот эти базовые вещи, они быстро выводят человека на чистую воду. И, да, тест на вменяемость, и если вот он на все это хорошо ответил, то там уже по конкретно по целевой технологии там можно ему некоторые вещи простить. Например, вот я не секу в Руби, не знаю, ну, так что-то примерно знаю, но я точно могу сказать, что, допустим, я бы мог провести собеседование рубиста, как бы это сделал, я бы просто перед этим нашел бы коллегу, проконсультировался бы с ним, с ним, вот какие там есть подводные камни, какие там технологии, он бы мне это рассказал, там минут за 20, за 30, я бы это на бумажку записал, я бы спросил вот эти вещи и про Руби тоже бы спросил. Тем более, что все-таки сейчас языки довольно похоже. Поэтому подходы, ну, естественно, там, если программирование микропроцессоров, микроконтроллеров, я хотел сказать, там, да, тут нет уже. Что? Ну, да, то есть, когда разные ниши, то тогда, конечно, но если пройдет разработку, то там можно очень широкий ракурс другого гостя. Ну, потому что… Я сейчас расскажу анекдот. Чем отличается программист-интроверт от программиста-экстраверта? Программист-интроверт, когда разговаривает, смотрит на свои ботинки, а экстраверт на ботинке собеседника. Ну, я не стал это добавлять, потому что это совершенно, ну, вообще банальность. То есть, надо выглядеть хорошо, там, пахнуть хорошо, не нужно курить перед тем, как вы зашли. То есть, ну, я не осуждаю курящих, но если вот вы прям накурились, заходите к HR, а вас будет собеседовать человек не курящий, то, ну, это просто труба. То есть, даже вас вежливо попросят, я бы вежливо попросил человека как-то вот там, как-то избавиться от этого запаха. Ну, то есть, ну, такие нормы, это вот, ну, уже ниже рамки, они не должны быть нарушены. Давай, Денис. вопрос, не вопрос, а больше, это резюмак. Это вот, первое, это не чтобы повторить тому, кто готовится к собеседованию, но это чтобы повторить тому, кто готовится к собеседованию. Вот, протокол, это ты спрашиваешь, это как бы, что подпотворить к идеальному собеседованию, тебе просто хорошо, это снова и всего. Но надо убедить в виду, что бывают такие вопросы, что вы делаете, я видите, почему вы ушли, почему вы от нас уйдете. То есть, им тоже надо, им тоже надо, чтобы убить, отвечать. То есть, наверное, мне кажется, надо не только повторять основы, но и убить, отвечать на вот эти вот новые вопросы. Их тоже надо, как бы, как-то убить, отвечать. И, на второй момент, очень хорошо, что много было сейчас этих договоров, лучше всего, после боготовских собеседов, мне кажется, имеется сотрудник в этой фирме, который расскажет, что ожидают увидеть в HR, в резюме, что ожидают увидеть там программистов, войдет ли там в HR, в резюме, войдет ли он сразу там программистов, то есть, хорошо иметь там знакомых, которые, знакомых не чтобы через них устроиться, а которые, которые подскажут, подскажут сам механизм, обработки новых сотрудников, потому что, вот сейчас говорили, что письмо, вот это хорошо, но печаль его отсеивает, сотрать на письмо, нужно, когда они есть, они, допустим, очень письмо вырежут, отправят только дальше, и дальше, и дальше. То есть, это все зависит, как письмо, как письмо, и балансация, связанная с текстом, кто это, то есть, мне кажется, что хорошо, выявите, как вы думаете? Ну, понятно, я понял, давай я отвечу, пока не забыл, насчет первого, насчет первого вопроса, то, что таким вопросом, ну, надо готовиться, да, надо, ну, надо что-то на них отвечать, но я сужу по себе, я не знаю, что у них отвечать, и я применяю практику, что вы мне посоветуете. То есть, например, у меня спрашивают, какие у вас отрицательные стороны, какие ваши слабости, я не знаю, что я скажу, а, допустим, скажите мне, какие нормы, ну, какие нормы вообще приняты в вашей компании? То есть, вот, если человек это спрашивает, он скорее всего, он как, смотрите, вот он, когда это спрашивает, какие у вас там слабости или недостатки, или что-то такое, ему на самом деле важно не это, ему важно понять, насколько человек, как бы, замачивается в его коллектив, ну, как он подойдет в его коллектив, поэтому тут надо просто спросить, ответить вопросом на вопрос, а какие нормы поведения, например, вообще, какой у вас моральный кодекс действует в вашей фирме? Вы расскажите мне, чтобы я понял, подойду ли я вам или нет? И человек, когда он такое услышит, он сразу же на это ответит сам, он скажет, ну, у нас, допустим, принято вот так, 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 вот, допустим, у нас вот такие, такие регламенты, мы там все общаемся на ты и так далее, ты говоришь, ага, ну, меня вот это устраивает, все, вопрос решился, а если вы начнете там какие-то выдумывать, какие-то вещи и потом оправдываться, ну, допустим, у меня вот есть вот такой недостаток, но вообще-то я вот над этим работаю, но это очень жалко выглядит, я не знаю. просто как бы надо, надо убить какой-то смысл, как бы закладывать эти вопросы, вот, вот, немножко, не вместо, вот, вот, почему это касается, вот, если женщина справится на работу, часто спрашивают, там, женат ли вы, замужем ли вы, замужем ли вы, если у вас дети, планируют ли вы детей, то зачем спрашивают? спрашивают, потому что, допустим, вам просто это коммутировка, то есть можно потом... Я понимаю, понимаю. ...модикритки, еще что-то, то есть надо как-то... Я не умею, допустим, по-другому, как раз, ну, тут просто, как работодатель, он чувствует нужду, что действительно, может, женщина не таких больших способностей, например, и... Я имею в виду, что... Я отвечаю на вопрос, а женщина, что... может, женщина, если ей некуда податься, она может отвечать на такие вопросы, но где-то такие вопросы могут и не задавать, например. Где-то, я не знаю, там, в Штатах, может быть, или я где-то слышал, что-то... Ну, могу ошибаться, но не везде ты будешь отвечать на такие вопросы. Я к тому, что вопросы странные, логичные, они очень важны для отдела карты. Потому что ты можешь устроиться на работу, вы работаете три месяца, высказать, вы или от тебя это? Все. слышал, что в 90-х годах у женщин еще требовали тест на беременность некоторые фирмы. на беременности. Да, то есть ты приходишь с палочкой. Покажите, пожалуйста, это такое. Да, ну да. Вот. Да, да. Сейчас, сейчас. И второй вопрос насчет того, что когда сотрудник в фирме, ну, это, конечно, оптимальный вариант, но это действительно здорово, если есть сотрудник, ты можешь его спросить, и он тебя может подготовить, это очень здорово. Ну, вопросов нет. Я думаю, ну, смотрите, я не владею бизнесом, чтобы вот так вот говорить, но теоретически я бы не стал. Я бы не стал обращаться к сторонним HR-ам, потому, почему? Потому, что вот эти сторонние HR-ы, они несут, они, во-первых, либо вообще ответственности не несут, либо у них ответственность очень низкая. То есть, они взимают услуги, взимают деньги за свои услуги, они просто массово спамят по вот этим сайтам, по городам, вот, и они несут потом никакой ответственности за того человека, который, ну, пройдет. К тому же, сейчас, и к тому же, очень, ну, очень много жалоб на вот эти вот сторонние HR-агентства. Это вот, не знаю, там каких-то дворников нанимать, может быть, но вот штучных айтишных специалистов. В чем сложность самому зайти на LinkedIn, там, погуглить, там, что-то. Есть же вот эти биржи труда. мотивации. мотивация, ну, тогда, ну, как, это странная мотивация, то есть, нужно, ну, да, много жалоб, много жалоб на то, что люди вот через эти агентства проходят, там сидят какие-то девочки, которые там этот психологический факультет закончили там, и они вот именно работают, как вот Греб нашел, не нашел, и они вот эти вещи спрашивают, кем вы себя видите через пять лет, если он ответил с недостаточной мотивацией, его отфутболивают. Это рекрутеры, не первые. Ну, это сторонние HR-агентства, да, рекрутеры. Не, они, они, так сказать, делают первичную сборку, то есть, они собирают кандидатов, сами выбирают, например, что вам нужен там какой-нибудь там питанист, вот они набрали десять питанистов, чтобы там был питон и джанго, вот именно. То есть, если там ты джанго не написал, все, ты отлетаешь, надо, чтобы было, вот они их набрали, и потом предлагают, что вот мы выбрали там, не знаю, пять кандидатов. Ну, не знаю, как-то все это прохладно. Ну, в LinkedIn, да, падает, но я последние два раза устраивался, ну, один раз сам, другой раз просто узнал. То есть, я не пользовался этим. Ну, зависит, ну, не знаю, можно попробовать. Какой вопрос учитываете? Да. Вы пишите, что меня стоит украдить сам себя? Нет, никогда, ни за что не стоит врать, и надо тоже было про это сделать слайдик, или пунктик добавить, потому, что ложь моментально вычисляется, то есть, на раз. Если человек утверждает, ну, это вообще плохо, то есть, лучше чего-то не досказать, а потом, как бы, выяснится, что вы это знаете, чем, наоборот, что-то заявить, а потом вас про это спросят, вы скажете, а, не, я это не знаю, а человек подумает, блин, а нафига ты это писал? Он так, конечно, не подумает, но так не скажет, но подумает он так стопудово. Я сам этим согрешил, там, я когда устраивался на предыдущую работу, я немножко там на Java что-то программировал, и, в основном, на Python. Я написал Java, Python, а компании тогда больше нужны были именно Java-программисты. То есть, пришло два человека, первый стал меня спрашивать про Java. Это была страшная минута позора, и я вот умудрился сказать, что нет, давайте все-таки говорить про Java, я не готов. Потому что, ну, как бы, все равно это был неприятный момент, потому что человек ушел, и, конечно, он подумал, а нахерена ты написал тогда эту Java, если ты не готов про нее говорить. И то же самое чувствовал я, когда человек там упоминал, вот, там, Python. Я его спрашиваю, и уясняется, что он там три года назад написал скриптик. Опять думаю, зачем ты писал тогда? или там придет чувак и начинает тебя в какие-то там уровни, так, ну, как понять, что... Ну, да, должна быть середина. То есть середина в чем заключается? Если ты пишешь какую-то технологию, то будь добр выдержать несколько вопросов насчет нее. Несколько. То есть необязательно отталкать ее, дебри. Ну, хотя бы основные положения ты должен сказать. Вообще, допустим, что такое вообще... Нет, с Типлю Плюс это понятно, там, такая вещь. Ну, все равно, ты готов, ты же готов про Сиплю Плюс говорить. Ну, вот, в этом и ты пишешь. А если ты три года назад что-то там на каком-то языке написал, просто вот там со стыковой флова, скопипастил, то ты не готов про это говорить и писать это не нужно. Отзывы. не знаю, я лично стараюсь воздержаться от этих оценок всяких. Ну, конкретно, то есть, если у человека хороший отзыв с предыдущего места работы, да? не знаю, я понял, я понял, я понял, я понял, ну, вот, ну, конечно, тяжкое преступление в туалете в туалете не смывать. Весь интернет набит с этого, собственно, презентация началась, весь интернет набит вот этими стонами. И про те компании, может, где вы даже работаете, можно найти негативные отзывы. я сильно стараюсь на это сильно внимания не обращать, потому что когда начинается вот, когда все дураки Аяда Артаньяна, это вот верный признак, что что-то не так. Ну, я, нет, я не стал бы сильно к этому прислушиваться. Ну, 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 да, конечно, стоит, можно посмотреть, ну, что, например, ну, 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 не знаю, это уже, это уже от вас зависит. В принципе, у нас сейчас нельзя с нацистскими флагами, то есть его посадят еще раньше, чем он придет на собеседование. еще раз, что? Ну, я думаю, компания не понесет от этого убыток. еще раз подомуца поставит негативный. Нет, я сейчас, нет, давайте, я сейчас про нацистские флаги не готов отвечать, ну, потому что это, это случай, который может случиться, там, не знаю, раз, один раз на 10 тысяч. Даже если раз на тысячу, то сейчас не стоит рассматривать, уделять такое внимание таким неадекватом. Ну, все были пьяными на земле, я не знаю. Ну, и что ты можешь его представить? Я имел ввиду гуглить, не искать какой-то компромат, а имею ввиду поискать публичные профили какие-то. Ну, то есть, загуглить его там на линкедине, на гитхабе, например, если он не удосужился, линки приложить. Ну, а вообще, вот этим препирательством в интернете верить не нужно, потому что бывает, ну, бывает такое, что человек проваливает собеседование, а потом он начинает писать, что вот там то было плохо и такое, и то было плохо, и вопросы задавали мне джуниорные. То есть, вот это вот прям, я цитирую, то есть, собеседовался такой вот весь супер-сеньор с претензией на Лида, вот, и вот он потом возмущался, что мне вопрос-то задавали джуниорные, он не прошел, потому что ему задавали джуниорные вопросы. Да, потому что он такого уровня, вопросы не по нему были. Да, и не может их сделать. Ну, я считаю так, у продуктивного человека, у него нет времени на то, чтобы вот интернет вываливать эти все жалобы, что мне там плохо про собеседовали, и мне там то, все, это не профессионализм. Так, ну давайте, наверное, закончим, потому что у нас еще второй доклад. я не знаю, я не знаю, я не знаю, Продолжение следует...